всем привет сегодня я буду делать манты сейчас я буду месить тесто я заверш замешу на 300 грамм воды вода одно яйцо соль здесь обычное тесто без всяких наворотов вот больше пол ложки соли и налью сюда ну наверное где-то с ложку масла плюс минус размешаем добавляем муку в комментариях я напишу сколько ушло муки так тесто на манты замешивается помягче чем на пельмени так пока у нас тесто отстаивается сейчас же мы сделаем фарш я буду делать манты сегодня с тыквой ну конечно же лук и фарш фарш должен быть жирный здесь вот свинина говядина но он прям жирненький свинины побольше вот я беру примерно один к двум если же не будет тыквы то лук тоже также нужно нарезать один к двум но сегодня вот у меня грамм 200 здесь тыквы и вот весело 200 грамм тыквы и вот 550 лук ну почти 600 грамм не буду же я кусочек дорезать это так плюс-минус не страшно и в общей сложности это у нас получается тогда вот почти 800 грамм лук нужно обязательно помять я его солью здесь вот где-то пол чайной ложки и перец черный перец рук нужно перемять хорошо чтобы он прям сок дал желательно чтоб лук был сочный я уберу вообще эксобишен он очень сочный еще и сладкий не будет давать вот горечи какой-то посторонний луку здесь много прям вот он должен вот сок выделять тыкву порезала такими кусочками небольшими все будем добавлять никакую воду фарш добавлять не нужно потому что и лук и тыква сочные уже это так тут достаточно фарш нужно сделать немножко заранее чтобы вот он соединился между собой как бы мясо впитало вот этот сок лука тыквы если мы ее добавляем тыква это вот ну на любителя не любите тыкву можно не добавлять я бы еще немного посолила в общей сложности где-то чайная ложка соли наверно сюда уйдет примерно и так наш фарш готов пока тесто еще выстаивается еще мы будем его подмешивать мясо мы закроем и поставим холодильник теперь хорошо вымесить нужно тесто и можно начинать лепить манты манты я делаю не крупные поэтому тесто я буду брать понемногу раскатаем порежем на небольшие кусочки теперь присыпем мукой тесто очень мягкое и поэтому сыпать муку можно настолько насколько вам удобно поэтому раскатать тесто будет легко очень даже тонко смотрите какой тоненький тесто получается много катать не нужно иначе оно прилипнет к столу я вот леплю по три штучки теперь раскладываем начинку лепить манты можно разными способами вот я специально показываю медленно соединяем два краешек серединке и края слепляем получается вот такая форма можно также соединить вот эти вот середин серединке а краешки соединить слепить в другую сторону уже получится другая форма видите немножечко по-другому а можно лепить просто обычным треугольничком так даже может быть проще я редко леплю таким способом поэтому у меня даже вот не очень получается ну это кому как удобно манты можно укладывать любым способом вот у меня не помещались я даже в два вида стала укладывать их пожалуйста манты наши готовы все теперь мы их поставим варить вода кипит поставим манты у меня не крупные я бы сказала даже небольшие достаточно будет 30-35 минут если манты покрупнее то минут 40 для мант тоже в принципе приемлемо вставим прошло 35 минут манты наши готовы их выключаю но оставить можно и хотя бы минут на пять чтобы они вот чуть-чуть постояли тогда они отойдут от решеток если сразу снимать может немножечко как бы казаться что они прилипли пока накроем на стол так ну парочку сейчас возьмем на пробу все нормально не развалились можно есть за цибели как у меня муж любит можно с уксусом с красным перчиком любители сейчас мы развить какие мягкие вот так начинка тоненькие тесто очень тоненькое видите начинка сочная я думаю что вкусно готовьте на здоровье если что непонятно спрашивайте комментариях всем отвечу а мы будем обедать на сегодня все всем пока пока